А в Киеве в день государственного флага в зону для показа боевой техники превратился Крещатик. Бронетранспортеры, гаубицы и танки. Их можно трогать, фотографировать и даже забраться наверх. Как проходит праздник в столице и о чем говорил президент Украины, смотрите далее в сюжете. По обе стороны Крещатика выстроена военная техника. Возле каждой установки дежурят офицеры. Отвечают на вопросы маленьких зевак и даже разрешают им почувствовать себя военными. Все в честь праздника. И хотя принято считать, что танки увлечений исключительно мужское, Павел на выставку привел свою маленькую дочь. Здесь можно увидеть технику, которая воюет на востоке Украины и охраняет границы нашего государства. Учитывая опыт АТО, украинская боевая техника постоянно проходит модернизацию. Мы видим тут новые засобы противоповетренные оборванные, модернизованные. Мы видим системы залпового огня, которые имеют новую навигацию, новые приборы. Модернизованный танк Т-72, я хотел бы обратить вашу увагу. Броневанные машины, такие как Варта, Казак, которые очень нужны в ходе пересувания в зоне проводной террористической операции. На выставке побывал и президент Петр Порошенко. Он отметил, что за эти три года Украина стала сильней, техника надежней, а военные еще более смелыми. За это он поблагодарил их отдельно. Это более 300 тысяч женщин и мужчин, которые стали участниками боевых действий. Это те, дорогие мои, кто отдал свое жизнь за Украину. И те, кто каждого дня этим жизнью рискует. Это оружие, которое вы видите в надежных руках. И никто нас не остановит. Гордость вооруженных сил простоит на главной улице столицы три дня. А завтра там пройдет торжественный парад. Так военные поздравляют всех с 26-й годовщиной независимости Украины.